все запись пошла сергей добрый день у вас представлю вы практикующий психолог сергей каракуц вы также тренер в компаниях проводите тренинги семинары школе вы прошли обучение также в супервизорской группе продолжаете быть спасибо вам за доверие рада что продолжаем мы с вами записывали интервью после пяти недель а после 10 недель хочется все-таки узнать что у вас изменилось вот чем хочется поделиться какие результаты ну вот пять недель конечно было яркое такое изменение энергетика очень повысилась вследствие участие в супервизорской группе и я еще раз как-то такой рефреш сделал технологии всех глубины глубины психологии для себя да вот я это изучал просто вот сейчас вспомнил и эти пять недель тоже много было такое у нас в группе много практики вот то что было полезно да действительно какие-то моменты то есть более практически да мы отработали и то что в своей работе я стал больше использовать элементы глубины психологии ну и вот то что я в основном акцент дела на коучинг а здесь я думаю что работа стала более глубокая вот и это не совсем я думаю терапия но вместе с этим все равно я думаю более глубоких вопросов стали касаться и это богатило мою практику то что я заметил до хорошее сочетание получилось то есть в принципе я к этому и стремился сергей а сейчас меня в инстаграме просят покажите финансовые результаты выпускников или там студентов я говорю это сложно оценить то есть а если все-таки вернуться к реальности за 10 недель именно изменения в вашей жизни вот чем хочется поделиться что конкретно изменилось улучшилось если хочется поделиться энергия да ну вот говорят а нужно нужно еще другие результаты показывать ну нужно да ну 10 недель наверное это не те результаты потому что ну точнее нити не то время для результата ну то есть наверное это да это какая-то такая вот маховик которые вот закручены но то есть от результаты мне кажется здесь более обучающие же проекта не маркетинговый и акцент все-таки на на знаниях маркетинг это вот следующая составляющая и как бы первый очередной момент это именно обучение но я и так понимаю поэтому но я не знаю вот . касается меня да я не делал такой акцент когда я шел в группу суперезорского ну то есть что это именно финансовые результаты хочу изменить я хотел просто для себя обогатить свою практику индивидуальной работы с клиентами у меня это получилось и это сделал ну наверное это действительно повысило мои результаты судя по тому как я чувствую обратную связь от клиентов и вижу что с какими проблемами я стал работать поэтому я думаю что по поводу финансовых результатов наверное это я уверен будет будущем какие-то моменты просто сейчас закладываю какие-то вещи но долго долговременно стратегия работы я тоже так говорю так сложно но за десять недель что ну как это бывает как зернышко мы сажаем и не сразу видно результат так энергии больше стало может быть результат не сразу видно может быть так действительно я говорю для меня результат это то что в индивидуальной работе я стал работать на более глубоком уровне и я думаю что это даст результат обязательно как минимум в уровне до и глубине практики дедально и наверняка качество изменится качество жизни моих клиентов то есть это получается такой более глубинный коучинг что так поэтому я думаю финансовые результаты они будут обязательно я тоже рассказывала что я сейчас в одной программе четыре месяца прохожу обучение в другой программе там 6-7 месяцев я не могу сказать что я миллион долларов зарабатываю но я продолжаю быть клиентом этих программ и жизнь улучшается базово как счастливее ну я более счастливее и плюс системно работаю там тоже больше энергии то есть это ну вот такие тоже результаты я хочу просто еще сказать что деньги это важно безусловно значимая составляешь просто не все деньгами можно измерить на самом-то деле потому что многие много результатов которые они не впрямую может измерять деньгами и я думаю что как раз это про это и она косвенно обязательно повлияет на деньги на качество жизни поэтому не все к сожалению можно измерить но допустим когда я провожу тренинги в компаниях раньше сейчас кстати меньше не задают такие вопросы уже клиенты они поняли ну допустим тренинг к этому знаю какой-то по менеджменту и как ваш тренинг увеличит наш доход ну смысле повлияет да на прибыль компании но это смешно потому что ну конечно но как-то повлияет обязательно просто в прямой зависимости ставить тренинг вот ну то есть точнее прибыль компании от тренинга это смешно просто что-то неверно много факторов влияет на прибыль да но данном случае это улучшает сам управленческий контекст но сумму с моей точки зрения и последует последующим обязательно повлияет на прибыль это не не через неделю да но в долгосрочной перспективе стратегической перспективе обязательно изменения будут вот и это впрямую на деньги сложно конвертировать но сказать что нет результата это тоже неправильно то же самое с в данном случае не уверен что не все можно так вот измерить рублями но правда красиво сказано сергей а можете рассказать про работу с вашими клиентами вот в личной терапии то есть в личном коучинге вот можете и еще раз рассказать с кем работаете с чем обычно клиенты обращаются сколько стоят услуги какая программа вот вот коротко поделиться для тех кто в ю тубе будет смотреть и ищет для себя там психолога тренера наставника вот но ведь я чаще всего именно индивидуальной работы я привязываю к тренингам да потому что именно это мои делальные клиенты часто это участникам моих тренингах так как я прошу корпоративные тренинги то это чаще всего сотрудники компании это я всегда коучинг и данную работу привязывал групповую к тренинговой работе это всегда получается более комплексный результат вместе с этим сейчас я смотрю что индивидуальные клиенты которые вот не из групп тоже тоже присутствует тоже есть мы работаем в не дально формате то есть я про своей работе сочетаю классическую психологию да и вот современные какие-то достижения и коучинг вот стараюсь обогатить свою практику и ну я в каком-то смысле индивидуально анитированный подход исповедую да что цель какая что в каком-то смысле это краткосрочная работа да но не на годы вот я моей целью является помочь человеку там разобраться в ситуации найти выход и самое главное научиться решать это в последующем да ну то есть вот чтобы человек он смог изменить свою жизнь с помощью моей работы да не просто то есть как сказать мы взаимно постоянно друг с другом решали проблемы с человек самостоятельно ему сложно будет решить но у меня не стоит такая точнее даже она в другом формате до ситуации потому что чаще все мои клиенты сотрудники компании это руководители поэтому вот у меня именно работа в коучингом формате и с будущим и элементы глубинной психологии использую для того чтобы работать какие-то личные аспекты но я сильно не стараюсь я на самом деле осознанно не стараюсь углубляться в какие-то личностные вопросы человека стараюсь решить это каким-то моменты краткосрочными способами то поэтому больше коучинг хотя вот я говорю что обогатилась практика именно глубинная психология изучал сейчас просто получилось более системно то есть я вспомнил какие-то то есть те методы которые я изучал и в данном случае что-то еще раз проработал что улучшил мою практику в бизнесе но в тренингах я не увидел изменений потому что он у меня наработанной технологии которые я использую а именно индивидуальная работа да она стала лучше ну как бы не то чтобы лучше а глубже вот так бы я бы сказал да то есть с теми вопросами которые я старался не работать я сейчас начал работать и достаточно успешно получается чаще всего почему потому что если клиент руководитель то от его личностной эффективности его от личности зависят результаты команды да ну и даже компании часто если это топ менеджер поэтому но важно работать с личностью руководителя в хорошем смысле этого слова то есть получается что экологически такой индивидуальный подход без сильного такого как бы глубины такой да вот психотерапевтическая вместе с этим позволяет снять какие-то внутренние напряжения и научиться принимать решения вот такие управленческие да менее эмоционально от этого зависит многие много людей и целая компания часто вот так сергей а бывает сотрудниками с руководителями вот это отыгрывание когда например клиенты чувствуют то что чувствовали к родителям там и тогда вот такие моменты же они тоже бывают или как вы на это ответите но наверняка да я понимаю что понимаю что это всегда если я доскал что-то всегда или даже часто есть и особенно когда с какой-то глубокой ну то чтобы глубокая глубже чем просто бизнес вопрос мы начинаем работать но так как мои ну я о себе могу сказать наверное есть как-то по-другому достаточно осознанные люди мы очень легко разбираем такие вот вопросы и это всегда вот наоборот помогает потому что для контакта для установления контакта вот именно такие отношения переноса они важны это вопрос доверия до всегда но в последующем конечно обязательно мы выходим на взрослые взрослые на позицию работы без этого вообще я не вижу эффективности в индивидуальной работе но мы с этим начали бывает да так для того чтобы установить доверие такое бывает наверное как угну все взрослые люди они могут попадать вот в такое будь то руководитель или там не руководитель это все равно но я говорю что люди осознанные которые в бизнесе они они осознанные фото езда они более осознанные и они могут вот эту мету мета позицию да то есть со стороны наблюдать за собой за отношениями и это легко разрешается в позитивном формате и с пользой для клиентов сергей а если когда в индивидуальную работу вот люди обращаются сколько стоит консультация сколько она длится вот как это можете описать этот процесс ну длится час чаще всего час или полтора тут я самом деле зависимости от вопроса потому что я стараюсь не ограничивать но чаще всего это такие какие-то кочинговые вопросы я вот с этим здесь вот у меня очень гибкий то есть это не более полутора часов но если мы можем за час решить мы решаем за час час полтора и но стоимость тоже разная вот я бы тоже по-разному если это длительная работа это одна стоимость но чаще всего это где-то районе трех тысяч рублей и ну и так далее да потому что если это более индивидуальная работа и если необходима работа в между сессиями да потому что чаще всего я даю какие-то условные говорю домашние задания но что-то такое чтобы человек в практике применял но бывает у меня довольно таки часто что необходимо работа ну вот не строго в какой-то день и час да а вот просто как это он demanda по запросу да лучше если звонок и человек задает вопросы мы с ним его обсуждаем да вот такой хотя у нас не было назначено если есть такая договоренность что там другая стоимость индивидуальный конечно ну так в рамках такого стоимость сергея какие планы на будущее вот на ближайший год именно для себя в профессии на какие результаты хотите выходить что в планах можете поделиться как хотите причинять добро себе и другим я не вижу больших изменений но имеется до что таких которые прям трансформации но хотя я просто хотел бы все таки более что ли такие программы которые ну вот и я создаю сейчас несколько таких программ по трансформационному какому такому направлению да но в принципе даже коучинки мои бизнес тренинги они всегда вот с этими элементами обязательно да это присутствует потому что изменение образа мышления вот такой майндсета обязательно для того чтобы навыки которые на тренинге даются они были присвоены с участниками и применялись и вместе с этим очень хотелось бы вот я сейчас над этим работаю такую программу именно ну как-то условно горечистосного роста да хотя мне это название не очень нравится но имеется то что не не просто какое-то бизнес направление бизнес-процессы или там управленческие какие-то технологии а именно работа с личностью вот то что присутствовал во всех тренингах у меня в разной степени я бы хотел и объединяющаясь в одну какую-то программу вот и вот сейчас над этим работаю хотел бы чтобы в этом направлении да вот как-то раскрутить ну и и выстроить выстроить работу с разной степени успеха это получается сейчас но над этим работаю уже написал направление основные элементы основные составляющие программы нужно теперь понять содержание да и вот начать выстраивать курсы я хотел бы несколько сразу одновременно направлении двинуться вот так наверное да если про про будущее внизу будет ссылка на ваш фейсбук то есть кто хочет обращайтесь пишите сергей на связи обращайтесь в личную работу что-то еще хотела сказать про а про взаимодействие с аудиторией которая вас не знает которая не была на ваших тренингах программах холодная аудитория для подписчиков друзей проводите регулярно регулярно какие-то вебинары трансляции и через я объясню сейчас да вот сразу потому что у меня вот и facebook instagram он они в таком очень зачаточном положении я это потому что у меня акцент был именно на работу с компаниями и я просто как бы через тренинговые компании всегда продвигался то есть это корпоративные клиенты и не индивидуальные клиенты и не открытые тренинги да где есть темы приглашаются любой человек который вот заплатит и приходит на эту тему у меня обычно наоборот то есть получаю что я в компанию меня заказывают компанию я провожу внутри компании для сотрудников и поэтому мне не было никогда необходимости именно такого медийности до развития но сейчас я как раз усиленно в этим буду работать вот и думаю вот youtube канал обязательно то что мне много чего есть сказать что будет очень полезно людям я уверен что то что судя по клиентам по их отзывам я могу быть очень полезен для многих людей не только в бизнесе кстати да потому что я как раз и хочу программу сейчас программы точнее сориентировать на вот такой условно говоря такой мне не обязательно бизнесовый но вот активный